Почему заказчик должен быть не менее профессионален, чем проектировщик, к которому он заказывает проект? Ну или как минимум он должен владеть базовыми понятиями о предмете проектирования здания, которые он хочет заказать. И первый аспект, как это не покажется странным, является юридическим. И состоит он в одной простой парадигме. Вы, как заказчик и будущий владелец здания, полностью отвечаете за прочность этого здания и безопасность людей, эксплуатирующих это здание. Так как вы и есть владелец этого здания, собственно говоря. Как вы думаете, надо что-то все-таки знать про устройство здания, за которое вы отвечаете или нет? Хотя бы базово. Я думаю, ответ вполне очевиден. Да, конечно, большие заказчики могут принципиально не заморачиваться этим знанием, но они для компенсации этого пробела нанимают представители себя. То есть человека или целую службу заказчика, которая разбирается в предмете и за него занимается заказом проекта и сопровождением проекта. Иначе ничего не получится. Почему ничего не получится? Если самому не знать ничего о проектировании или не нанять представителя, который знает. Потому что вы даже задачу проектировщику поставить не сможете. Даже ТЗ, то есть техническое задание на проектирование написать не сможете. Да, можно напрячь проектировщика за вас, вам сделать ТЗ. Но вы тысячу нюансов не учтете, а потом на моменте ввода в эксплуатацию уже узнаете много сюрпризов. И все они будут неприятные 100%. Именно поэтому проектные компании и гипы, которые уважают свое дело, ценят качество, никогда не будут работать с заказчиком, который не в теме. Такие заказчики просто дисквалифицируются на этапе их первого же запроса на проектирование. Поэтому запросу видно сразу, что собой профессионально представляет заказчик. Кстати, эта степень профессионализма тесно связана еще и с его платежеспособностью, так как не погруженный в тему проектирования заказчик, не вполне зачастую представляет процесс проектирования и его стоимость. И когда начнется работа, он будет просто создавать вам проблемы, когда начнет познавать этот Зен. Ну а как быстро квалифицировать подобных заказчиков, как выявлять степень опытности заказчика, как вести переговоры на разных этапах и как вообще в целом должен работать главный инженер проекта, мы подробно объясняем на пятом потоке курса ГИП «Главный инженер проект». Записывайтесь по ссылочкам в описании и в комментарии. Мы работаем с юрлицами и работаем с физлицами. Физлицам доступна рассрочка. Все ссылочки в комментарии и в описании внизу под видео. Всем классных заказчиков и интересных проектов!